здравствуйте друзья спрашивают откуда взялось вообще и как живется человеку с американской системой времени там написание дат и так далее вот неделя начинается не в понедельник как мы привыкли начинается воскресенье то есть неделя идет с воскресенья до субботы или вот например когда время пишут то сначала дату пишут то сначала идет месяц потом число а потом год и я поскольку у нас студентов много из самых разных стран я так спрашиваю них периодически и пока что кроме вот соединенных штатов я что-то не вижу чтобы где-то тоже так было в советском союзе было сначала день потом месяц в индии тоже так в китае пом также в общем действительно тут понимать какая история когда ты живешь в стране то тебя не не так сильно волнует откуда это взялось то есть откуда-то взялось вас же не волнует вот откуда в россии взялось сначала день потом месяц ну как бы так всегда было да вот для вас точно так же иммигрант он там попадает в страну и первое время его нужно привыкнуть совершенно очевидно что если ты родился и всю свою жизнь все что ты видишь это неделя которая начинается воскресенье мера веса это фунт тогда паунд как тут говорят значит мера длины это фут и так далее и так далее то даже когда на банке там какой-нибудь а спешит все банки подписывают и в традиционной системе и в метрической тоже то есть там когда берешь банку написано один фунт и подписано 454 грамма но ты не смотришь на 454 грамма же это не имеет никого смысла для тебя но может быть для кого-то имеет когда к врачам идешь например они не измеряют рост в футах и дюймах они измеряют рост сантиметров вот как как не неожиданно но вот у врачей как бы там свои забороть поэтому чё тут скажешь человек привыкает поначалу привыкать неудобно я например до сих пор температуру для себя определяю в цельсиях но то есть я понимаю фаренгейтах тоже нет не то что допустим если мне сказать фаренгейтах я начну пересчитывать я не начну пересчитывать я понимаю чем речь но мне удобнее в цельсиях если мне спать и сколько вот градусов сейчас я вам скажу в цельсиях насчет понедельника или воскресенье как начало недели к этому привыкаешь быстро то есть это кажется странным но вот с непривычки странным но привыкаешь очень быстро к тому что день вперед или месяц вперед пишется тоже привыкаешь быстро почему потому что все время надо где-то что-то подписывать и вот когда ты подписываешь ты всегда ставишь дату или почти всегда не всегда почти всегда ставишь дату и когда ты ставишь дату то ты приучаешься это делать но ничего страшного вот сделаешь так три десятка раз и дальше уже начинаешь даже мыслить вот этими категориями поэтому скажем когда я что-то пишу а я все время что-то пишу то я всегда пишу пишу дату с месяцем нет мне даже не возникает желание написать день вперед то есть в этом в этом смысле я абсолютно перековался и у меня нет ничего в памяти не осталось то есть я помню я помню мозгами но так чтобы мне хотелось написать сначала день а потом месяц такого нет я авто автоматом буду писать сначала месяц сколько времени на это ушло я не помню но понимаете тут что получается в наше время когда люди уезжали там из ссср то все вся эта картина иммиграции было написано крупными мазками выбрать не не было такого чтобы там рейс федором то ли тонкие линии выводить то есть вот ты понимаешь что движение как бы правильная в ту сторону и движешься туда там уже на месте начнешь там смотреть какие линии сейчас поскольку интернет поскольку очень много информации и такой официальный правительственный и вот частных лиц которые там что-то рассказывают представляете вот допустим посольство сша там скажем москве и и не только посольство вообще госдепартамент в целом значит министерство иностранных дел да по русски мы показали предоставляет невероятное количество информации но когда нее добраться раньше вот в наше время как было добраться до информации которая свободно доступна дека вот никак а сейчас пожалуйста две кнопки нажал и там читай тысячами страниц тебе все выложено поэтому и по-русски и по-английски поэтому людей уже интересуют какие-то такие более тонкие моменты которые как сказать в нашем поколении иммиграции не имели никакого смысла вообще то есть настолько без разницы вот если бы я например начал это выяснить вот я себе представлю это в 25 лет назад на меня посмотрели бы как-то сумасшедшего а если бы допустим друзья я к ним еду я говорю ребята вот я к вам приеду а как у вас с датой они пускают может быть зря мы этого мишу к себе приглашаем потому что явно чувак проблемный да то есть он как бы даже никто не понимает зачем в миграции вот поэтому сейчас другой фон и это абсолютно не вызывает никакого такого не негативизма и даже улыбки ну то есть люди интересуются это вообще это хорошо когда люди интересуются правда плохо когда они теряют как бы перспективу большую и вот все что остается это только мелочи я я вижу такое часто но интерес человека к мелочам на фоне чего-то большего так сказать сохранением перспективы более крупные это очень здорово это очень здорово но я бы сказал что переход с метрической системы переход на другой формат даты да может быть еще какие-то вещи тоже он я не могу сказать болезненно но в конце концов у вас же есть там сэлфон там если уж так хочется нажмите кнопку и вам покажет вот в той системе которая вам привычна если вы сидите у компьютера там настройте его вам будет температуру показывать в цельсиях а не фаренгейтах то есть сейчас так просто стало но я честно говоря если если бы я уже жил в какой-то стране то я бы норовил приноровиться к ее системе чтобы как-то лучше вписываться может быть по первости да когда вы две системы одновременно вот держите в голове может быть по первости это очень удобно иметь эту и эту и так как такие параллели и сравнивать и привыкнуть что к чему так что как соотносится я иногда вижу давайте так в продолжение темы в развитии я иногда вижу студентов вот они приходят и там лэптопчик какой-то что-то не там не получается донсует свой лэптопчик и я смотрю а он уже там пять лет в америке живет допустим даже 2 и у него значит windows установлены по-русски там да то есть у него кириллица и вот он там в ворде у него резюме а я даже не могу ничего вот в его ворде сделать потому что у него там все менюшки по-русски расписаны я я не знаю что это по-русски значит честно если казалось бы вам может показаться что это сня по-русски вижу как написано менюшка да то я знаю что за не стоит не знаю не знаю честно говорю не знаю а потому что привык к другой системе то есть мне нужно какое-то время для того чтобы перестроиться хотя вроде бы на одном языке и так далее но это как бы условия применения специфические поэтому не знаю я с ужасно смотрю на этого человека дома как же он или вот у меня бывают студенты 3 4 5 10 лет в стране а email у них там inbox точка ру или там я mail.ru и это же страшно на резюме такое поставить страшно потому что девять человек из десяти которые это видят для них . ру это символ спама каких какого-то фрода как какого-то безобразие там и так далее действительно очень много оттуда прет всякой дряни но но дело не в этом но если ты живешь в стране а чё тебе gmail какой-то поставил бы ну yahoo там за хатмейл ну что мало их что ли вот gmail это же резюме это же не то что ты там с девочками или с мальчиками или с бабушкой переписываешься это же работу ищешь и им эти вот вот это не очень хорошо мне это не очень нравится потому что это как бы признак не адаптированности человека в стране первый вопрос который возникает когда я это вижу это просто еще где это сейчас полезет где еще чего-то начнет чудить этот человек и как далеко он начудит и насколько насколько проблемным может оказаться вот это моя первая реакция потому что ты в другой стране ты в других реалиях и ты за что-то там схватился сзади и непонятно непонятно где ты что ты и как ты поэтому такая вот такая история все ребят счастливо я думаю что мы эту тему и развили и исчерпали и там пространство почти не оставили а если оставили давайте вопросы счастливо